Тема урока рыбы. Общая характеристика и внешнее строение. На этом занятии мы познакомимся с представителями надкласса рыбы, узнаем в какой среде они обитают, сколько видов относятся к этой систематической группе животных и как давно они появились на нашей планете. Также мы рассмотрим особенности внешнего строения этих удивительных животных на примере речного окуня. Узнаем, что такое чешуя, плавники и боковая линия. Почему тело рыб покрыто слизью? К надклассу рыбы относятся около 20 тысяч видов позвоночных животных, освоивших исключительно водную среду обитания. Ученые полагают, что рыбы появились около 450 миллионов лет назад и произошли от круглоротых. Считается также, что рыбы изначально существовали только в пресных водах материков и лишь с течением времени заселили соленые водоемы, приспособившись к жизни в морях. За многомиллионный период своего существования рыбы сильно видоизменились и сейчас на нашей планете обитает огромное множество самых разнообразных представителей этого надкласса. Но несмотря на это имеется ряд особенностей, позволяющих объединить все многообразие видов в единую систематическую группу надкласс рыбы. Снаружи тело большинства рыб покрыто особыми, расположенными наподобие черепицы костными пластинками, которые называют чешуей. Чешуйки на теле рыб расположены определенным образом. Каждая чешуйка своим передним краем покружена в кожу, а задним краем налегает на чешуйки следующего ряда. В течение жизни чешуя рыб увеличивается в размерах вместе со всем телом и на ней образуются годовые кольца, число которых свидетельствует о возрасте рыбы. В коже рыб имеется множество желез, вырабатывающих слизь. Эта слизь необходима для того, чтобы уменьшить трение при передвижении животного в воде. Также она защищает организм от бактерий и плесени. Давайте рассмотрим подробнее особенности внешнего строения представителей надкласса рыбы на примере речного окуня. Речной окунь обитает в пресных, медленно текущих реках и озерах. Длина тела окуня варьирует от 8 до 30 сантиметров. Само тело состоит из трех отделов – головы, туловища и хвоста. Форма тела окуня, как и у большинства рыб, обтекаемая, что связана с плавным переходом одного отдела тела в другой. При этом у окуня, как и у большинства рыб, обитающих у поверхности или в толще воды, тело несколько уплощено с боков, в то время как у донных обитателей, например, скатов, тело обычно сплюснуто сверху и снизу по всей длине тела. На верхней части головы речного окуня хорошо заметны две пары отверстий – это ноздри, которые ведут к обонятельным органам. По бокам головы расположена одна пара крупных глаз. Рот с губами, способный широко раскрываться, помещается на переднем конце головы. Как и у большинства рыб, брюхо окуня светлее спины, и это неспроста. Именно благодаря этой особенности спина в какой-то мере сливается с темным цветом дна, а брюшко не так заметно на более светлом фоне поверхности водоема, что позволяет окуню оставаться незаметным для ряда хищников. При движении окунь совершает хвостом движение в правую и левую стороны, изгибая при этом все тело. Хвост – это своеобразный руль для облегчения движения. Также при плавании большую роль играют плавники. Давайте подробнее изучим, что это такое. Плавник – это особый орган, необходимый для координации и управления процессом движения рыб в воде. Каждый плавник состоит из тонкой кожистой перепонки, которая при расправлении плавника натягивается между костными плавниковыми лучами и увеличивает тем самым саму поверхность плавника. Число плавников у различных видов может быть разным, а сами плавники могут быть парными и непарными. У речного окуня непарные плавники расположены на спине. Их два – большой и малый. На хвосте – большой двухлопастной хвостовой плавник и на нижней стороне тела – так называемый анальный плавник. Парными являются грудные плавники – это передняя часть конечностей, а также брюшные плавники – задняя пара конечностей. Хвостовой плавник играет важную роль в процессе движения вперед. Парные необходимы для поворотов, остановки и сохранения равновесия. Спинной и анальный помогают окуню сохранять равновесие во время движения и при резких поворотах. По бокам тела проходит так называемая боковая линия. Внешне она выглядит как тонкая линия на обеих сторонах тела, тянущаяся от жаберных щелей до основания хвоста. Боковая линия – особый орган чувств, встречающийся также у личинок и некоторых взрослых земноводных, воспринимающие движения и вибрации окружающей воды. Этот орган используется для ориентации в пространстве и охоты.